Антраль. Для здоровья печеньки и подсолнковые залозы. Антраль. У него тоже все не так хорошо. Смотрите, дело в том, что на Трампе сейчас висит несколько уголовных дел. Его обвиняют по разным абсолютно статьям. В попытках Мухляжа на выборах, в попытках организовать мятеж против американского государства 6 января 2021 года. Помните, когда разгромили Капитолию? Его же обвиняют в недолжном, неправильном хранении секретных документов. В том, что он вообще эти секретные документы просто украл из Белого дома. Много у него всяких проблем, но сейчас вот самое горячее это как раз вот эта история с документами. Трамп, когда был президентом, естественно, у президента огромное количество всяких документов. И он часть этих документов с грифом «секретно», будучи президентом, прихватил из Белого дома и отвез себе в резиденцию Мара Лага в штате Флорида, где он постоянно проживает. Там он эти документы раскидал. Там чуть ли где-то в какой-то ванной они у него лежали, в каком-то актовом зале, где-то на антресолях. Короче, черт знает где. А документы, между прочим, очень-очень важные, очень-очень секретные. И вот история с этими документами, она могла бы для Трампа вообще ничем плохим не закончиться. А сейчас, видимо, закончится все-таки посадкой в тюрьму или чем-то из этой серии. Дело в том, что там среди этих документов, это не шутки, были документы, например, был рассказ, какой-то специальный доклад о том, какие слабости есть у американской системы обороны против ядерного удара. То есть вот за такой документ, я думаю, любая другая ядерная держава, Китай, Россия, даже кто угодно, дал бы огромные деньги или все бы отдал, чтобы узнать, куда надо бить американцам ядерными ракетами, чтобы американцам было больнее всего. Вот это специально Пентагон составил такой доклад. Или был еще план нападения на Иран, да. Сами понимаете, что иранская разведка за такой план тоже там миллиард денег дала бы, а может даже и больше. Ну и так далее. То есть там были супер-пупер-мега-секретные документы. И кто эти документы видел, не очень понятно, и куда они были, были ли копии какие-то с них сняты. Почему? Потому что, как я сказал, эти документы валялись просто по всей его резиденции. Безо всякой охраны, заходи, бери, что хочешь. И там, на самом деле, многие туда заходили и брали. И уж, по крайней мере, фотографировали. Трамп при этом, я вот, кстати, до сих пор не понимаю, нафига они нужны были ему эти документы. Может быть, просто похвастаться. А может, действительно он ими приторговывал. Бог его знает. Но его попросили сначала из Белого дома, аппарат Белого дома. Слушай, верни документы. Не твои же. Это же государственное имущество. Не путай свое с государством. Трамп им средний палец, типа, отвалите. Что хочу, то и делаю. Я президент. Позвонили в прокуратуру и сказали, ну, скажи, пускай вернет документы. Прокуратура выступила, выпустила, точнее, несколько приказов, прям, повесток. А ну, отдай документы, пес, потому что не твое. Трамп эти повестки игнорировал. Более того, он своему адвокату говорит, слушай, а ты не хочешь как-нибудь так устроить, чтобы эти документы, они остались у нас, а чтобы прокуратуре мы сказали, что их у нас нет, что мы их, типа, уничтожили или выкинули, что-то такое. На самом деле, если бы Трамп эти документы уничтожил или выкинул, скорее всего, ему ничего не было. Но он их у себя оставил, вот эти суперсекретные документы. Причем адвокат, с которым он говорил о том, что надо бы документы зажать, он пошел, точнее, он не сам пошел, его вызвали в прокуратуру, и он был вынужден там дать показания на Трампа. Почему? Потому что дело касается вопросов национальной безопасности, и в этих случаях там не действует какая-то адвокатская тайна или что-то такое. Ну, в общем, короче говоря, адвокат всего был вынужден рассказать, как Трамп его уламывал, эти документы зажать и не отдавать. Потом появляются одна за другой, чуть ли не каждую неделю, аудиозаписи, на которых Дональд Трамп открыто говорит, сидит с кем-то, с какими-то гостями у себя там во Флориде, и говорит, вот, смотрите, секретный документ, очень секретный документ. Я, когда был президентом, я бы мог его рассекретить, но я этого не сделал, забыл. Поэтому то, что я вам сейчас показываю этот документ, это вообще-то уголовно наказуемое преступление. Так делать ни в коем случае нельзя. То есть он своим голосом говорит, что этот документ секретный, что его показывать нельзя, и что это плохо для него может кончиться. И он, тем не менее, этот документ показывает, и там слышно, как его гости смеются и говорят, ну, мы же не сядем в тюрьму за это. Он говорит, да нет, конечно, не сядете. Но, к сожалению, сейчас вот эти записи для Трампа начинают вылезать одна за другой. И на этих записях абсолютно понятно, что он знал, что документы секретные, он знал, что он совершает преступление, показывая эти документы. Он знал, что совершает преступление, не отдавая эти документы туда, где они должны были лежать. И все равно, значит, он все это делал. Поэтому, ну, я же не знаю, если бы он пришел в полицию и сказал, вот вам труп с, не знаю, с отрезанной головой, вот нож, которым я отрезал эту голову, и вот тело, и, пожалуйста, не арестовывайте меня, потому что я бывший президент. Вот у него сейчас такая позиция, понимаете, он сдал себя с потрохами просто по всем фронтам, сказал, что я виноват кругом. Но у него, знаете, какая позиция? Он говорит, во-первых, я бывший президент, а во-вторых, у Байдена все еще хуже было. Или у Хиллари Клинтона, или у кого-то другого, что, типа, ну, типичный вот-эб-аутизм, да, то есть, а посмотрите на них, у них там все гораздо хуже. Поэтому сейчас даже сторонники Трампа, даже люди, работавшие в его администрации, например, бывший генеральный прокурор Соединенных Штатов, он же министр юстиции, Уильям Барр, Билл Барр, он сказал, ну, вообще-то, говорит, конечно, надо Трампа сажать за это дело, потому что там суперсекретные документы, документы, которые добывались огромными стараниями американской разведки, может, кто-то погиб за эти документы, чтобы их где-то там раскопать, выковырять откуда-то, да, и Трамп просто как на рынке встал с ними и торгует. Ну, нехорошо, так не делается. Рон Десантис, губернатор Флориды, потенциальный соперник Трампа на республиканских праймерис, сказал, что вот я, типа, служил в военно-морском флоте, он действительно военно-морской офицер американский в прошлом, так он говорит, если бы я вот так вот обращался с моими секретными документами, которые у него тоже были, ну, конечно, не такого уровня, как у президента, но тем не менее, говорит, я бы сидел, я бы сейчас сидел вообще без разговоров, и правильно сидел бы, потому что за такие вещи надо сажать людей. То есть всем абсолютно ясно, что Дональд Трамп нарушил закон, именно в этом смысле, потому что у него круче других уголовных дел, но в этом он точно нарушил закон, и его надо сажать. Однако, он бывший президент, да, он 45-й, если не ошибаюсь, президент Соединенных Штатов. Он теперь кандидат, один из ведущих, точнее, ведущий кандидат в президенты на следующих выборах от оппозиционной партии. Поэтому сажать такого человека в тюрьму в Америке так не принято, но это как бы в банановых республиках сажают предшественников своих, те, кто вслед за ним пришел во власть, да. Ну, не принято так в Америке. То есть в Америке, конечно, не было еще и президента, который вот настолько откровенно плеванто на законы, как Джулика Бандита, там, из мультика соответствующего, да. Не было такой ситуации, чтобы вот настолько, пофигистически, если не сказать больше, президент относился к законам Соединенных Штатов Америки. Поэтому американцы сейчас не очень понимают, что с этой историей делать. Ну, как бы, с одной стороны, у нас, точнее, у них, как бы, верховенство закона, да, а с другой стороны, ну, не хотят они уподобляться, там, каким-то африканским диктатурам, где новый людоед, пришел к власти предыдущего своего предшественника, там, значит, в какую-то местную бастилию сажает и, может, даже съедает его. Нехорошо, не по-американским, извиняюсь за выражение, понятием так. Не поступают так. Но тут, знаете, родилась какая в Америке идея. А давайте-ка мы возьмем, Трампа посадим сначала, то есть, как бы, осудят его, да, то есть, присяжный, суд присяжных, американская судебная система, независимый суд, все дела, а потом президент Байден возьмет его и помилует. То есть, как бы, с одной стороны, Трамп будет осужден, а с другой стороны, он сможет принять участие в выборах, поскольку, вот, типа, нехорошо сажать оппозиционера. Такая история сейчас обсуждается, но на самом деле у нее не очень много шансов на реализацию по той причине, что у Байдена его сторонники, его демократы говорят, что, слушай, ты растеряешь голоса своих людей, если потому что абсолютно виновного, абсолютно с доказанным уголовным делом чувака, с приговором суда, который при этом абсолютно не намерен раскаивается в своих действиях, ты возьмешь его и помилуешь. Так нельзя, это нехорошо, не надо так делать. Поэтому, что делать с Трампом, не очень понятно. Но это еще не самая главная проблема. Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что огромное количество простых американцев, реально, без всякого принуждения, на самом деле, абсолютно не против сделать Дональда Трампа президентом еще один раз. Почему они так хотят это сделать? Ведь они же понимают, что он реально нарушает закон. И они видят, что он закон нарушает. Они понимают, что он мухлевал на выборах, что у него какие-то непонятные шашни были в Саудовской Аравии и с Россией. Все все понимают. Но при этом, я вот лично своими ушами слышал, когда я был в 2019 году в штате Огайо в Америке, тогда еще было до предыдущих даже выборов. И там местные жители мне говорят, если демократы намухлюют на выборах, если они попытаются посадить Дональда Трампа, у нас много оружия, мы придем в Вашингтон, и мы будем Трампа освобождать с оружием в руках. Причем я вам могу сказать, это мне говорили не какие-то там боевики, отморозки, головорезы, а обычные люди, на самом деле хорошие, в штате Огайо реально очень хорошие люди. Но они вот видят справедливость таким образом. Они хотят плюнуть в эстеблишмент, американский правящий эстеблишмент. Им даже как бы не особо важно, демократы это республиканцы, они и тех, и других не любят. Но вот как я сказал, система американская начинает плодить герамтократию, там каких-то уже абсолютно старые, безумные чуваки и чувихи идут во власть. И это многим не нравится. И не нравится решение, когда Мишель Обама сидит в супер-мега, там невероятно шикарной, роскошной яхте, пишет, как она переживает за счет, насчет каких-то недоедающих детей в каких-то гетто в городе Балтимор или что-нибудь из этой серии. Уровень лицемерия, конечно, многих американцев не устраивает. И поэтому они готовы проголосовать за, понимаете, вместо реформы системы, да, американская, они готовы эту систему взорвать. Себе на голову. Они не понимают, что творят, конечно. Потому что если победит Трамп, проблемы будут, конечно, в первую очередь у США. Конечно, у нас, да и у всего остального мира тоже будут проблемы. Но в первую очередь проблемы будут у американцев. Но вот люди, простые люди говорят, да плевать уже, уже все настолько сильно досталось, что мы хотим поменять хоть что-то. И вот ради того, чтобы поменять хоть что-то, мы возьмем и проголосуем за этого чувака. Хотя да, мы видим, что он придурок, что он псих, что он творит черт да не что. что нехорошо. Это, на мой взгляд. И более того, знаете, еще, сейчас каждое новое уголовное дело против Дональда Трампа увеличивает его популярность. Каждый новый наезд на Трампа увеличивает его популярность. Для нас это проблема. Потому что если он станет президентом, конечно, и с его идеями относительно того, что Украина должна отдать часть своей территории Российской Федерации, хорошего ничего не будет. Ну и, кстати, знаете, вот Трамп, да, но этот Роберт Кеннеди, который сейчас идет в президенты, от демократической партии, за которого готовы 20-25 процентов голосов отдать, это же тоже точно такой же симптом этой болезни, только не с республиканской стороны, как Трамп, а с демократической стороны. Тоже люди с помощью этого РФК хотят взять и взорвать систему, истеблишмент, просто показать средний палец, сделать так, и разломать все их планы истеблишмента. Вот это меня беспокоит достаточно сильно в американском, так сказать, политическом поле сейчас. Люди, простые люди, часто, вместо того, чтобы долго и, может быть, мучительно заниматься реформированием, обновлением действующей политической системы, там, как-то людей помоложе выбирать, и так далее, они уже говорят, да плевать, нас ничего не устраивает, поэтому давайте-ка мы просто возьмем нафиг и эту систему взорвем изнутри, выберем такого президента, который там просто все сожжет и всех повольняет, пересажает или что-нибудь из этой серии. Это, конечно, выглядит как безумие, но, к несчастью, мы сейчас с этим сталкиваемся. Еще раз хочу сказать, выборы президента США, мир наш устроен таким образом, они касаются абсолютно каждого. От того, кто станет следующим президентом США, зависит в том числе и ваша жизнь. Кстати, я услышал идею такую, что президенты США на самом деле должны выбирать не только американцы, а жители всего мира, поскольку то, кто, ну, как бы, личность этого президента, от личности этого президента действительно зависит будущее всего мира. Я считаю, что это не такая, не такая уж и дурацкая идея. Ну, еще про Америку хочу сказать. Там тоже происходят интересные события в плане судебном. Там, например, случилось интересно очень дело. Верховный суд США отменил, точнее, запретил так называемый affirmative action, то есть позитивную дискриминацию. Это такие правила, например, в вузах американских, согласно которым, должны брать вузы, набирать в качестве студентов больше людей из этнических расовых меньшинств. То есть больше там чернокожих, больше мексиканцев, меньше белых. Считалось долгое время, что этот порядок помогает восстановить справедливость, которая была попрана годами рабства и расовой дискриминации. Но теперь Верховный суд сказал, все, хватит, справедливость восстановлена, поэтому давайте-ка мы это дело отменяем. И на самом деле, вы знаете, удивительно, больше половины американцев, причем даже больше половины демократов поддержали это решение Верховного суда. Говорят, да, правильно, правильно отменяем. И еще одно было интересное решение Верховного суда в пользу компании. Там долго шли тяжбы, и вот они дошли до Верховного суда, и в конце концов Верховный суд принял решение. И компания по производству сайтов, веб-сайтов, она отказалась делать веб-сайт в поддержку гей-браков или что-то там такого, связанного с однополыми отношениями. И хотели заставить эту компанию сделать, потому что сказали, что вы дискриминируете клиентов по признаку принадлежности к сексуальным меньшинствам. Но Верховный суд сказал, нет, эта компания имеет полное право отказать клиентам в данном случае, поскольку убеждения, которые пропагандируют этот веб-сайт, расходятся с религиозными убеждениями владельца этой компании. То есть решил Верховный суд сейчас в Америке, что свобода слова, свобода вероисповедания и вообще свобода совести, она в данном, по крайней мере, случае важнее, чем защита от дискриминации. Там на эту тему сейчас в Америке тоже очень много разговоров. Типа, что важнее, защита от дискриминации или свобода совести? Интересно, кстати, вот как вы подумали, если у вас есть идея на этот счет, напишите, пожалуйста, в комментариях, было бы интересно ознакомиться, потому что действительно, это непростой, непростой случай такой. Но американцы, в общем, как я понимаю, поддерживают принятое решение. Ну и давайте под занавес немножко я расскажу про события, которые происходят сейчас в Российской Федерации. Сегодня там тоже важное событие, может быть, в честь Дня Независимости США национального праздника доллар перешагнул психологически важную отметку. Теперь один американский доллар стоит больше 90 рублей за один зеленый. Поздравляю с этим достижением российское правительство. То есть за один год российский рубль обвалился в своей цене практически в два раза. В прошлом году давали за один доллар 50 рублей в это же самое время. Дефицит бюджета российского вырос до более чем 5 триллионов. Резервы для покрытия дефицита бюджета, их не осталось. Они как бы есть, но они только на бумаге есть. И что еще интересно, в России почти прекратилось поступление денег от продажи нефти в Индию. Как вы, наверное, слышали, Индия стала за последние месяцы крупнейшим приобретателем российской нефти. Все индийские нефтеперерабатывающие заводы перешли на закупки, на переработку именно российской нефти. Ну, почти все. И, казалось бы, торговля процветает, все хорошо, но выяснилось, что нет, не процветает. Потому что дело в том, что Индия платит за нефть российскую только индийскими рупиями. А индийский центральный банк запрещает менять эти индийские рупии российским компаниям на доллары. Поэтому эти российские компании остаются горой индийских рупий, с которыми они вообще ничего не могут сделать. Таким образом, индийский центральный банк просто берет и инфляцию индийскую скидывает на Российскую Федерацию. И Российская Федерация на бумаге получает какие-то немыслимые доходы от продажи нефти, а в реальности этих доходов нет, потому что платят за... То есть с рупиями этими сделать российские компании ничего не могут. Они даже купить в Индии ничего не могут. Они просто сидят на мешках с индийскими рупиями. Наверное, это здорово. Я никогда не был в Индии, не сидел на мешках с рупиями. Но я думаю, это не совсем то, что называется взаимовыгодной торговлей. Поэтому российский бюджет сейчас не досчитывается гигантских денег. Поэтому, знаете, что на неделе в Российской Федерации ввели налог на газированную воду. То есть теперь каждый, кто выпивает стаканчик местного аналога Пипси-кола или Кока-колы, вы знаете, там и то, и то, и то, что такое из России ушло, там они обязаны платить какие-то деньги. Ну и что, о чем это все говорит? Это говорит о том, что в России просто заканчиваются деньги. И что еще важно, сейчас же выплаты боевикам российским, да, там российское государство платит по 200 тысяч рублей каждому этому убийце, кто отправляется на фронт. Но в прошлом году эти 200 тысяч рублей, это было 4 тысячи долларов. С доплатами 5 тысяч долларов. 5 тысяч долларов, ну, как бы серьезные деньги. Я думаю, что в Российской Федерации довольно мало людей могли похвастаться такими зарплатами в прошлом. Сейчас же это уже меньше 2 тысяч долларов. Конечно, тоже неплохие деньги, но все-таки 2 тысячи долларов это сильно не то же самое, что и 5 тысяч долларов. Поэтому там возникают сейчас очень большие проблемы с набором новых, кавычки открываются, добровольцев, кавычки закрываются для отправки на фронт. И на питерском экономическом форуме, который недавно прошел, там уже члены правительства российского экономического и его блока прямо открыто говорили, деньги кончились, все, денег больше нет. Поэтому, знаете, я очень большие надежды возлагаю на то, что в очень недалеком будущем, может быть, через полгода, может быть, через год, Российская Федерация просто не сможет дальше воевать из-за полного отсутствия наличных средств. И сегодня же я видел, правительство России начало готовить секвестр бюджета, то есть усечение всех статей расходов в российском бюджете на как минимум 10%. Вот, собственно, это первые признаки того, что ситуация начинает обваливаться, обрушиваться в российской экономике. Я думал, что она, конечно, рухнет, ситуация в экономике существенно раньше, чем сейчас, но только сейчас начинается. Как говорится, хорошо, что сейчас, точнее, поздно, но хорошо, что хотя бы так. Ну и самый последний раз, последний раз, сегодня, как вы наверняка слышали, были нанесены очередные удары дронами по району Рублево-Успенского шоссе в России, там Кубинка, Внуково-2, вот эти все районы. Опять же, удары бы наносились по тем местностям, где кучкуется и компактно пасется российская элита. Я думаю, что если и наносить удары по столичному региону Российской Федерации, то, конечно, бить надо именно туда, где живут все вот эти шишки, где они обитают. Потому что только таким образом они смогут почувствовать на себе все радости и прекрасности войны против Украины, которую они развязали. Я надеюсь, что это будет не последняя такая история. На этой оптимистической ноте у меня сегодня все. Меня зовут Иван Яковин, это Радио НВ. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да пребудет с вами сила и пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут. Субтитры сделал DimaTorzok